Продолжается сквозной информационный эфир, продолжаем рассказывать о новостях. В России появится Министерство просвещения. Это одно из новшеств, которое предстоит в новом правительстве. По следам недавней инаугурации накануне указ о структуре кабинета министров подписал президент России Владимир Путин. В частности, из него следует, что Министерство образования и науки в России разделят на две самостоятельные структуры. Министерство просвещения и Министерство науки и высшего образования. Зачем это нужно и к чему приведет? На прямой связи с нашей студией Евгений Ямбург, заслуженный учитель России, член Общественного совета при Миноборнауке России. Евгений Александрович, я приветствую вас. Слышите ли вы студию RTVI? Да, я вас хорошо слышу. А вы меня слышите? Да, мы вас слышим и видим. Добрый вечер. Спасибо, что нашли время побеседовать с нами. Давайте прежде всего, как вы встретили эту новость о том, что будет теперь не одно, а два министерства, которые занимаются в России. В той или иной степени образованием и наукой, насколько это необходимо и нужно. Вы знаете, это очень тонкий вопрос. Я хочу немножко обратиться к истории. На исходе Горбачевской эпохи было образовано Министерство образования, науки, который восставил блестящий министр Геннадий Васильевич Ягодин. И действительно там решались сквозные, довольно мощные задачи и прерывное образование. Кому-то нравится, кому-то нет, но тогда был уже решен вопрос о ЕГЭ, который постепенно совершенствовался, потому что трудно отделить высшую школу от средней. То есть свои плюсы там были совершенно колоссальные. И есть другая сторона. Если вы сегодня опросите учителей, то большинство учителей, с которыми я общался, они за разделение министерства. Потому что они глубоко убеждены, что тогда будет больше влияние реальной школьной жизни, где огромное количество накопилось проблем. И таким огромным монстром управлять нельзя. Здесь есть плюсы и минусы. Если честно говоря, все будет зависеть от того, кто возглавит. И то, и другое министерство. Оторвать их нельзя друг от друга, потому что, безусловно, мы сегодня имеем дело с непрерывным образованием. И по новым образовательным стандартам, чуть ли не от детского сада до высшей школы, есть общие сквозные задачи. Но еще раз я подчеркиваю, все зависит от того, кто этим будет заниматься, и насколько люди будут адекватны для решения проблем. Тут много загадок. К примеру, у меня загадка. Я действительно член Академии образования. А вообще, куда уйдет Академия? Она уйдет туда, где наука и высшую школу. Но, с другой стороны, огромное количество подразделений Академии образования занимается чисто школьными делами. То есть здесь пока это все уравнение с очень многими неизвестными. Есть ли, существует ли такая проблема, как громоздкость нынешнего Министерства образования и науки? То есть нужно ли его резать на кусочки? Вот понимаете, действительно, такая проблема действительно существует. И в этом смысле, то, что школы часто получаются пятым колесом в телеге, это тоже правда. А с другой стороны, существует абсолютно необходимая связь между высшей школой и средней школой, потому что мы же работаем в единой связке. И более того, когда так все меняется, когда стареет профессия, когда действительно сегодня мы в положении догоняющего, потому что через 10-12 лет уже эти профессии будут не нужны. Значит, нужно перестраивать и колледжи, а, кстати, колледжи уходят сейчас в Министерство просвещения и высшую школу. Здесь плюсов и минусов примерно равное количество. Это очень сложный конгломерат. Вот надо посмотреть именно, кто конкретно будет это возглавлять и как будет налажено взаимодействие. Потому что увеличение количества барьеров – это опасность большая. Понятно, что, скажем, крупнейшие научные подразделения, занимающиеся обороной, по сравнению с ними какая-то школа, это мелочь. Понимаете, здесь еще раз я хочу сказать. Вот у нас же все время идет пульсация. На протяжении всей истории, вот я историк, когда нужно было развивать регионы целиком, Крущев сдался в наркозы. Потом опять разделили на министерство. Это все, ну как бы сказать, административно-бюрократические игры, если за ними не будет внятной стратегии и, если хотите, нормального менеджмента. Вот это тоже надо иметь в виду. А почему столь принципиальным и важным является личность человека, который займет пост руководителя одного министерства и второго министерства? Неужели не более важным является вопрос полномочий, вопрос, собственно, принципов работы и прочее, и прочее? Почему опять все упирается в личностный подход? Вы знаете что? Конечно, вопрос полномочий, вопрос нормативных актов. Это очень важные вопросы. Я отнюдь не противник, скажем так, администрирования, бюрократии. Я никогда не забуду, когда будущим молодым директором меня поучил не сторонник административной системы, а Стругацкий, который говорил, что бюрократии такое же достижение человечества, как научно-техническая революция, без управления нельзя, когда есть огромная система. Но, понимаете, вот если посмотрите философски глубоко, идет дикая совершенно шипка сейчас. И довольно большое количество людей настаивает на фундаменталистских ценностях, связанных с нашим особенным путем развития, с возвращением, так сказать, к таким скрепам, о которых сегодня многое говорится. А с другой стороны, мы все время говорим о цифровой экономике, о модернизации. И довольно странно будет, если, скажем там, условно, Министерство просвещения будет заниматься модернизацией, а Министерство науки цифровой экономикой. То есть, наоборот, с фундаментальными вещами. То есть, все-таки, здесь, знаете, как-то надо выбрать, выбирая себе дружок, один какой-нибудь кружок. И в этой ситуации это все-таки конфликт ценностный, конфликт философский, конфликт, если хотите, идеологический. И поэтому так важна личность людей, которые будут возглавлять эти структуры. Насколько вот эта тенденция, этот крен в сторону того, что принято называть особой духовностью, особым путем России, движением по восстановлению и скреплению, скрепушь, простите за эту тавтологию. Насколько эта тенденция действительно видна в последние годы, особенно с того момента, как руководитель Министерства образования, если уж говорить про персонали, стала госпожа Васильевна. Вы знаете, что вот я здесь очень трезвый человек. И я вам должен сказать, что любой министр работает в тех рамках, в которые он может работать. И я, скажем, благодарен Ливанову, а я много министров пережил в своей жизни, потому что я уже 45 лет в профессии. Вот Ливанов сделала огромное, серьезное дело, потому что фальсификация в ЕГЭ была связана с тем, что губернаторы в качестве показателей за свою работу имели ЕГЭ. Ну, кто же будет проводить своего губернатора? Как только удалось, с помощью общественного совета. Эту ситуацию поломать все стало намного честнее. Это заслуга Ливанова огромная. Теперь у Васильева есть своя заслуга, потому что на самом деле, понимаете, ведь тоже мы очень идеалистически смотрим. Модернизация, ставка надаренных детей, а больных все больше. А дефектология была отринута. И практически, если брать сегодня заболевания детей, на первом месте идет психоневрология. И все эти наши взрывы, и все эти наши ЧП, связанные с убийствами и так далее, они связаны с тем, что мы посчитали необходимым сократить службы дефектологии, психологии. И Васильева сделала огромный шаг вперед, тоже ей благодарим. За съезд можно благодарить. Понимаете? Любой министр, к сожалению, не свободен. Он работает в тех рамках, которые есть. Поэтому и плюсы, и минусы здесь есть. И поэтому я не думаю, что это связано только с личностью министра. Я, например, глубоко убежден, что ни при какой погоде нельзя вещи, связанные с конфессиональностью, протягивать. Уже ошибка была в четвертом классе это вводить. Это личное дело этих семей. Вы имеете в виду основы мировых религий, или как это называется? Да, да. Понимаете, вот у меня в школе у меня 2000 здоровых детей, 3000 тяжелых больных ребят, с онкологией и так далее. Дети всех национальностей, многих конфессий. И школа это единственное место, где дети собираются вместе. Мы должны искать не то, что разъединяет, разгоняя их по конфессиональным квартирам, а то, что объединяет. Это несомненно, с этим сложно поспорить. Понимаете, но давление идет довольно серьезное. Были такие сильные заявления. Давайте мы эти курсы до 9 класса. У меня всегда вопрос, вот как у практики. Я даже сейчас в сторону ухожу этой идеологии. Скажите, за счет чего? Мы что, сократим математику? Мы сократим русский? Да? И так далее. Понимаете, катафалка не резиновая. Всех туда не вместишь. В этом смысле, Министерство образования, просвещения, науки, это, ну как сказать, это очень чувствительная сфера. Чувствительность к политическим решениям, которые могут приниматься совершенно на другом уровне. Совершенно на другом уровне. Да. Понимаю вас. Спасибо большое на прямой связи с нашей студией. Был Евгений Ямбург, заслуженный учитель России, член общественного совета при Миноборнауке. Мы говорили о реформе Министерства образования, которая состоится в новом российском правительстве.